И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Обратимся с вами к евангельскому событию. Годаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании легиона бесов, и однако же всем городом вышли и молили Господа, чтобы Он отошел от пределов их. Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, но не видно и их веры. Объяло их какое-то неопределенное страхование, по которому они желали только «иди, Господи, мимо, куда знаешь, только нас не касайся». Это настоящий образ людей, которые мирно в домах своих живут. Сложился около них порядок вещей неблагоприятный. Они привыкли к Нему. Ни помышлений, ни потребностей нет, чтобы изменить или отменить что, и боятся они сделать какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако, что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от старого и принять новое, они всячески избегают таких случаев, которые могут довести их до убеждений, чтобы, прикрываясь неведением, жить покойно в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать Евангелие и святоатические книги, а также и заводить беседу о духовных вещах, из опасения растревожить свою совесть, которая, пробудившись, начнет понуждать, бросить одно греховное, а другое Божие принять, даже если эта дорога ведет через страдания. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. 29 сентября в пятницу отмечают День Ангела все, кто носит имя Людмила. Именно сегодня православные верующие вспоминают их небесную покровительницу, святую мученицу Людмилу. Чешская княгиня была выдана замуж за чешского князя Боревоя. Супруги приняли святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они строили церкви и приглашали священников для совершения богослужений. Однако князь Боревой рано умер. Уже в 36 лет он отошел ко Господу. Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви в правлении ее сына, Вратислава, которая продолжалась 33 года. Вратислав был женат на Драгомире. У них был сын Вячеслав. Именно он вступил на престол после смерти Вратислава. На тот момент ему было всего 18 лет. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Людмила удалилась в город Тичин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощи святой мученицы Людмилы погребли в Тичине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Редактор субтитров А.Семкин